За что мы платим этим вопросом, озадачены многие клиенты ярославских управляющих компаний, однако большинство не переходит от слов к делу. А вот жильцы заволжской многоэтажки свои права решили отстаивать в суде. Жильцы дома 6, корпус 2 по улице Орджоникидзе за Волгой протестуют. Управляющая компания пытается взыскать с них деньги за капремонт дома, который не проводился. Было создано ТСЖ с целью участия дома в федеральной программе по софинансированию капитального ремонта. Была озвучена сумма 14 759 000, если быть точными, и 8% от этой суммы начали собирать жителей, начиная с августа 2009 года. Часть жителей стала платить эту сумму, часть жителей не стала платить эту сумму, прося показать документы о том, что включен наш дом в федеральную программу, либо не включен. Сколько в итоге собрали денег, непонятно, но потратили по документам почти 900 000 рублей. Что было сделано на эти деньги, жители говорят, практически ничего. Сделали на возберегающее освещение. Платим в 5 раз больше. Платили 20 рублей, сейчас 100 рублей платить. Покрасили 2,5 этажа. Видимо, это было не нужно, краска была и так нормальная. Потому что мы покрасили на что-нибудь другую. Да, конечно. Подъезды этого дома по ярославским меркам выглядят вполне прилично. Конечно, нет предела совершенства, но есть и намного хуже. Это то, что видно невооруженным глазом. Какие работы сделаны на крыше и в подвалах, жильцы утверждают, что это от них скрывают. Вот эти ребята, которые ремонтировали крышу, они сказали, что они ремонтировали заплатками над теми квартирами, над которыми текло. Заплатки тоже самое, это текущий ремонт. К капитальному ремонту тоже никакого отношения не имеет. Если бы они сделали полностью всю эту кровлю, что они не показывают, не допускают людей посмотреть, что полностью там сделан ремонт, как положено. У нас нет такой возможности. Поэтому мы говорим, что деньги эти на капитальный ремонт не использованы. Куда делись деньги, которые собирались на работы капитального характера? А вместо этого сделали, по сути, ремонт текущий, спрашивают жильцы. И почему нет прозрачности? На вопросы жителей у директора управляющей компании есть ответы. Собирались денежные средства под 185-ю программу. Когда было получено официальное извещение о том, что дом не включили, жители решили, да, уже ранее собранные денежные средства использовать на нужды капитального характера на доме. На сегодняшний день дом 100% оборудован коллективными приборами учёта. Значит, 100% ремонт кровли сделан. Значит, частично были отремонтированы первые два этажа подъездов. И сделана полностью модернизация освещения по системе энергосбережения. Все эти виды работ, подчёркивает Валерий Пабба, были согласованы с жильцами. Собака зарыта, по его мнению, в другом. На каждом доме есть категория 13 злобных жителей. Они занимают принципиальную позицию – не платил, платить не буду. И вы меня никаким образом не заставите. Значит, всем им предлагалось в добровольном порядке ознакомиться со сметной документацией, ознакомиться с качеством работ, с объёмом работы. У них всех позиции. Никуда не пойду, ничего не делались, ничего смотреть не буду, проверять ничего не буду. Но и платить не буду. Подобные ситуации встречаются повсеместно. Единственный выход – действовать через суды, что, собственно, сейчас и делается. Жильцам же остаётся привлекать независимую ревизионную комиссию или аудиторскую фирму, чтобы всё проверить. Если они действительно хотят знать, что сделано и сколько денег потрачено. Яна Хромова, Василий Мосин, Городской телеканал.